Всем привет! Вы снова на канале SEO Quick и сегодня наше следующее видео касательно семантики мы будем учиться составлять контент-план. Почему это второй урок по сбору собственно ключевых слов? Да потому что в принципе при создании контент-плана мы делаем то же самое, что и когда делали при составлении семантического ядра за одним единственным исключением. Если мы при сборе семантического ядра уделяли внимание непосредственно страницам, которые будут составлять костяк нашего сайта, костяк наших услуг, костяк наших, условно говоря, запроса, на которые мы ориентируемся, мы можем по ним продвинуться в топ, можем не продвинуться в силу конкуренции, то с контентом для блога ситуация немного другая и составление правильного контент-плана это действительно задачка, которая является одновременно и задачкой на стратегической точке зрения, то есть она составляется на какое-то определенное время вперед, но и она не составляется единоразово и навсегда, и на то есть ряд причин. Во-первых, контент для блога по умолчанию вы не сможете написать весь и сразу, то есть вы не сможете создать сразу все страницы, как например мы прописали для сайта услуг, там у нас был курс по парикмахерскому искусству, мы его рассматривали, вот вы не сможете сразу взять все махом и написать статьи. Во-вторых, вам не все статьи нужны, не все статьи вам будут полезны. Ну и в-третьих, конечно же не все статьи в данный момент времени могут удачно зайти в топ, по одной простой причине, что есть такое понятие как конкуренция, есть понятие хайп, трафик, актуальность информации и тому подобное. Ну и соответственно блог не может быть бесконечным, вы не можете без конца клепать статьи, которые будут давать вам трафик. Если вы конечно не новостной ресурс и на вас просто приходит почитать сразу ваши коротенькие заметки, которые вы публикуете. У блога тактика продвижения это вечно зеленый контент, то есть контент который не устаревает, а если и устаревает, то он обновляется. В то время как у новостных сайтов понятно, что новость она ушла и как говорится ушла вниз и больше не продвигается. Поэтому составление контент-плана это довольно таки трудоемкая задача, на самом деле и сложная задача, потому что кажется некоторые темы вы бы уже написали, но их нет смысла продвигать, про них нет смысла писать. И точно так же как есть темы, которые кажутся не очевидными, но они прекрасно годятся для контент-плана, потому что вы с них можете получить трафик, целевую аудиторию и конечно же потом ее конвертировать. Итак поехали будем учиться составлять контент-план на примере того же сайта с прошлого урока и будем учиться подбирать ключи для него. Итак напоминаю в прошлый раз мы остановились на создании нашей будущей структуры сайта и конечно же контент-план будет касаться только одного единственного раздела этого сайта, это конечно же раздела статей. Все статьи будут находиться здесь и самая важная задача вы должны понимать, что все статьи которые будут собираться на наш блог у них будет одна единственная задача привлечь трафик на ваш сайт. Статьи не должны продавать, статьи не должны условно говоря пиарить вас любимого, то есть писать только про вашу клинику, про вашу там обучение, то есть это разделы новостей, это разделы там отзывов, это для них вы там будете себя пиарить, в блоге вы пиарить себя не должны, вы должны рассказывать и делиться информацией и обучать. Более того сайты связаны с образованием, они однозначно им выгодно показать тизером уровень вашей специализации, уровень ваших знаний, уровень вашего как говорится профессиональности именно вот благодаря вот этому ресурсу статьи на вашем сайте. Так вот как бы можно было бы конечно же составлять тему для продвижения этого ресурса, есть два способа. Первый способ мы можем изучить блоги конкурентов ваших и посмотреть какие статьи блога у них продвинуты и изучить их. Точно также мы так можем собрать и посмотреть. Второй момент есть так называемые непрямые конкуренты, есть множество сайтов которые занимаются просто обучением в формате блога, то есть это просто блоги которые публикуют контент и можно изучить их контент. Итак поехали мы будем конечно же смотреть по конкурентам, потому что например я наткнулся на статейку на серпстате, которая рассказывала как сделать контент план за пять минут на месяц, в первое точнее серпстате на smm планере. Ну и собственно они рассказывают по поводу создания контент плана, рассказывают что там типа как какие методы существуют, что там типа есть метод, топики тематических форумах, социалках, пойти из непосредственно площадки конкурентов, темы популярных статей, но я вам объясню почему это неправильно, то есть вбивать ключевые слова в поисковика, первые туда поисковые подсказки, интересно, кстати вот это очень неплохая мысль, вот прочитать комментарии и выводить проблемы читателя, вот это уже действительно классная фишка, про нее мало кто знает. Спрашивать знакомых, которые работают в этой сфере, чтобы они хотели почитать, то есть это фактически такой своеобразный фокус-группы, то есть анализ фокус-групп, никто вам не мешает, используют тесты фокус-групп, спрашивают что их интересует, собирать вопросы в виде мнений. Точно также изучать вопросы на площадках типа ответы mail.ru аналогичные, где люди задают вопросы по тематике и собирать их конечно те, которые наибольшее количество просмотров набрали. Ну и конечно google alerts, google trends, ну и собирать, делать опросники у себя в социалках, но для этого социалки нужно иметь, а если у вас нет социалок, вот только-только создаете сайт, у вас вообще ничего нет, то по факту у вас остается не так-то уж и много тем. То есть тематические форумы, тематические социалки изучать, комменты, это все довольно долго. Давайте коротко посмотрим, с чего собственно я бы начал. Конечно же давайте мы зайдем и изучим вашего какого-то либо конкурента. мы сейчас зайдем на сайт и выберем одного из них. Вот мы сейчас возьмем и зайдем на один из таких сайтов. Так, зря я закрыл, у меня статейка будет тоже нужна. Так, закроем почту, чтобы она не тормозила у нас и будем работать. Заходим в наш любимый Ahrebs, зайдем в наш любимый Serpstat. Эти два сервиса мы будем активно использовать. Почему? Потому что они нам пригодятся. Я хочу показать инструментарий, которые они предлагают. Почему? Потому что можно показать, как все это делается бесплатно, но к бесплатным методам миллион вопросов и у них миллион способов, почему я выбрал именно этот ключ, а не этот, почему я обратил внимание на эти вещи. Я хочу показать, как это реализовано уже в ряде сервисов. В первую очередь, конечно же, вы можете просто изучить Serpstat и, допустим, и в Serpstat изучить просто темы каких-то известных блогов, допустим, обучение макияжу, обучение там маникюру. То есть вот у нас есть такой ключ. Что мы увидим? Да, конечно же, я сейчас смотрю по Украине. Собственно, мы можем смотреть и по конкретному региону. Каждый будет видеть из своего региона. И, конечно же, вот мы видим кучу страниц, которые являются коммерческими, но это не есть очень удобно. Мы для этого создали очень удобную утилиту, которая называется поиск блогов и каталогов. И ее основная цель это парсить сайты. Вот мы сейчас на нее зайдем. Вот утилиты. И вот я ее сейчас быстро найду. Поиск блогов и каталогов. Вот эта утилитка. И в этой утилитке мы вбиваем наше обучение маникюру. И что нас интересует? Наша цель найти блог. Собственно, вот блог об обучении маникюру. Я нажимаю, копирую результат, открываю Excel. И смотрим. Так, единственное, что он медленно это делает. Ну, Excel-ка сейчас быстро загрузится. Утилитка простая. Она при помощи, говорится, плагина может копировать результат из выдачи буквально в один клик. То есть, сейчас у нас пока она в тестовом варианте, но в целом, то есть, если мы сейчас блог обучения маникюру. Вставляем. И получаем список всех сайтов, которые она спарсила. И вот мы видим их огромное количество блогов по обучению маникюру. И вот, собственно, мы можем изучать любые блоги, брать любой сайт и, собственно, смотреть и изучать его. Нас, конечно же, интересуют такие сайты, которые являются по умолчанию блогами, а не самими этими, как говорится, конкурентами прямыми. Но таких выдачей сейчас нет, поэтому мы смотрим вот некий Be You Nike. Мы его нашли. И изучаем его блог. Как мы видим, со страничками у Be You Nike не очень. Посмотрим сам Be You Nike. На него не очень много страниц, поэтому мы пойдем по другому пути. Будем двигаться дальше. Блог об обучении маникюру. Так, а если intitle-блог? Вот. Если мы используем intitle-блог, то у нас уже пойдут блоги. Исключительно школа ника. Вот у нас есть блог. Мы теперь изучаем его ключи. Ну, слабоват. Форумы по обучению маникюру. Есть форумы. Поехали в форумы изучать. Блогами пойдем другим путем. Пока пойдем по форумам. Так, форум обучения маникюру. Вот. Скрипт сработал. Скрипт сохранил. Ну, у нас есть вот, собственно, форумы. HairLife. Вот, например, мы его берем, этот форум. Берем все его ключи. И изучаем все ключи данного форума. Форум косметологов, как мы видим, довольно прокаченный. Выбираем Россию. Собственно, он понял, Россию хорошо ранжируется. Вот. И изучаем его ключевые слова. Почему форум? Нас интересует исключительно тематика ключевых запросов. Тут 6000 слов. Просто берем их все, выкачиваем. Делаем то же самое с другими. Ladies.ZP.UA Здесь я понял, полный. Это не совсем годится. HairCup форум. Анна Соколова. Курсы. И смотрим уже непосредственно несколько сайтов, которые есть. Курс баг. То есть, как мы видим, салон Демченко. Это отзывы. Как мы видим, внимательно, то есть, очень внимательно нужно уделять внимание, то есть, всевозможным форумам, то есть, которые обсуждаются на той или иной ветке. Есть такой момент, что у форумов архитектура такая, что, в принципе, вы не можете увидеть то полноценно все, что связано с форумами. Ну, и есть другой трюк. Если, допустим, у вас задача выловить все, что касается маникюра на известном Lady Mail.ru, у которого миллионы ключевых слов, 86 тысяч ключевых слов, то берем, используем обычные фильтры. Маникюр. Нас же интересует только маникюр. И, в общем, теперь у нас есть 110 ключевых слов вопросов про маникюр. Теперь мы идем дальше. Проводим то же самое на ответы Mail.ru, известный. Или он уже спишется иначе. А, он ответ Mail.ru, sorry. Поправочка. Заходим на ответ Mail.ru и таким простейшим трюком при помощи фильтрации результата 2 миллиона ключевых слов. Нас интересуют только слова с маникюром. Слов с маникюром будет всего лишь 269. 2 миллиона слов, 269 слов. Как вы видите, все довольно очень просто. И вот сейчас мы вытащили огромное количество ключевых слов. Теперь мы заходим в нашу утилиту. Это кластеризатор. И закидываем все наши ключевые слова, которые мы нашли, в наш будущий контент план. Закидываем. У нас получилось. Ключевые слова сняты с одного сайта. Плюс ключевые слова, которые мы скачали уже непосредственно с самых крупных сайтов, как ответы Mail.ru и тому подобное. Как вы видите, я на это потратил, но не так уж и много времени. Так, мы сейчас дождемся загрузки. И, конечно же, конечно же, а, конечно же, охрепса есть такая одна особенность. Мы должны помнить, что по умолчанию, когда вы нажимаете сохранить, он не сохраняет. То есть, у него есть такая особенность, ему нужно заходить и вот так вот эти скачанные файлики, ручками качать. И, конечно же, вот мы сделали этот список ключей. И теперь заходим в наш кластеризатор и добавляем эти два файлика. Вот три файлика. Я напоминаю, что мы уже рассматривали кластеризатор в прошлом видео. Он позволяет очень быстро скластеризовать слова по потенциальным группам. То есть, легко выделить сразу группы на интересные, неинтересные, благодаря просто кластеризации по весу. И уже потом, если вы работаете в каком-то либо другом сервисе, вы можете легко определить. Так вот, для контент-плана кластеризатор идеально подходит. И я объясню, почему. По одной простой причине. В первую очередь нас интересует слово маникюр. И нас не интересуют слова купить, цена, сколько, стоит, стоимость и тому подобное. Москва. Нас вообще эти слова не интересуют. По одной простой причине мы хотим писать блог. А все эти слова, они по умолчанию к блогу редко годятся. Я, ну, как бы я обращаю внимание на эти моменты. Точнее, это не игнорируемые слова. Я бы это закидывал в минус слова. И смотрим результат. Следует помнить, что эти фильтры, они настраиваются. Вы можете много раз их менять. Баллы за это никакие не списываются. Так что можно как угодно играться. То есть, непосредственно со словами. Таким образом, мы сейчас выкачали огромное количество слов. И можем увидеть, какие вещи, ну, лучше всего гуглят. Например, маникюр черный. От черного платья маникюр с черным френчем. Прекрасная статья для блога. Маникюр черный. Смотрим. Красивый маникюр 2019. Красивый маникюр. Пылесос для маникюра. Как выбрать? Даже такая тема есть, как вы видите. Маникюр в пастельных тонах. В постельных тонах. Да. Маникюр это. Экспресс маникюр это. Это такой запрос. То есть, я бы брал это под... Все, что содержит слова это, я бы запихивал в специальный раздел, где, собственно, вы делаете словарь-голоссарий. Прайс-лист вот забыл отминусовать. Слово забыл. Маникюр с белым лаком, фрезер для маникюра, маникюр в отпуск, маникюр под красное платье. Как выбрать аппарат для маникюра. Обратите внимание, они уже рассортированы по трафику. То есть, условно говоря, самые интересные темы будут сверху, самые неинтересные будут все ниже и ниже и ниже. Более того, вы можете себя сами ограничить и, допустим, скрыть группы с кластером ниже 100. Что это значит? Это если трафик у группы слишком маленький, ее даже не будет выводиться. Это очень удобно, например, потому что для блога не годятся слишком низкотрафиковые группы. Лучше запихнуть сюда как можно больше слов и отсеять не нужно. Сразу на старте, избавившись от слов, которые попросту имеют слишком маленький вес кластера. То есть, суммарно кластер может состоять из множества слов. То есть, слова могут быть менее частотные, но в целом сумма кластера будет низкой. То есть, соответственно, вот вы видите, то самое последнее это маникюр к синему платью. То есть, вот, собственно, под темно-синее платье. То есть, вот они вот идут с самого низа слабые, ну и с самого верха идут максимально сильные. Что можно обратить внимание? Можно, конечно же, с удовольствием скрыть все продающие ключи. И таким образом у нас останется только, ну и все гео-ключи. И таким образом у нас останется то, что нас интересует. То есть, у нас по умолчанию кластеры будут состоять только из адекватных запросов и ничего лишнего. То есть, как вы видите, они будут все разбиты по группам. Как научиться делать маникюр? Европейский маникюр, это маникюр без покрытия, под однотонное, однотонное покрытие с покрытием шелак, то есть, про слово покрытие туда есть. Смотрите, если у вас, видите, вот слово без покрытия, оно вцепилось. Поэтому давайте мы вот возьмем и мы скажем, что без покрытия это одно слово. И таким образом, если будет использоваться без покрытия, он будет понимать это как отдельное слово, чем с покрытием. И таким образом вы избавите себя от проблем использования слова без. Мы скоро его научим, он будет вообще понимать слово без и словосочетание как по умолчанию одно слово. Так что, говорится, оставайтесь с апдейтами, он скоро станет еще умнее. В итоге, как вы видите, я уже подготовил формально контент-план. Но давайте теперь расскажем, а почему этот контент-план хороший, или почему он плохой. Давайте возьмем любой запрос, который есть. Маникюр в постельных тонах. Давайте вот мы его возьмем и погуглим, что по этой теме есть. Мы увидим, что по этому запросу выводится прекрасная статья 101советы.ру. На первом месте. Посмотрим, как давно она написана. Довольно большая статья. С огромным количеством картинок. В принципе, она и состоит практически из одних картинок. Да, кстати, на удивление она состоит из одних картинок. Контента на сайте очень мало. Обратите внимание. То есть, по факту, такую статью написать может любой. Ваша цель только, ну, говорится, снабить ее большим количеством картинок, и чтобы люди действительно ее досматривать. А теперь посмотрим на эту статью внимательно. И мы изучим ее с точки зрения SEO. А с точки зрения SEO это 131 ключевое слово. В топе, который ранжируется, ну, довольно-таки неплохо. А если мы еще посмотрим бэклинки, то мы увидим всего 2 бэклинка. Что это значит? Это значит, что эта статья, потенциальная статья, для того, чтобы вы уже создавали свой собственный контент. То есть, на нее мало бэклинков. У нее мало слов. То есть, можно проверить, сколько на ней слов, например. Это очень удобно. То есть, у нас есть такая утилита, называется веб-сайт-аудитор. Веб-сайт-аудитор, при помощи него можно взять, закинуть, говорится, список страниц, состоящий из одной страницы. Мы ему сейчас дадим. И он, собственно, посчитает, сколько на ней контента, именно ключевых слов на этой странице. Вот. У нее слабенький тайтл, то есть, вот слишком длинный, например, да. Ну, 940 слов, это, скорее всего, потому что, да, есть же у нас еще и контент, который расположен везде, повсюду. Хотя, 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 вполне возможно. Может быть, слов действительно много. Но, тысяча слов, это мало. Я бы, в принципе, сказал, это не так уж-то и много. Можно написать больше. Но фишка в том, что эта статья имеет всего два бэклинка. Значит, если вы напишите статью, сделаете у нее хотя бы 4 бэклинка, разгоните ее из соцсетей, она заберет весь этот трафик. А сколько она может забрать трафика? А это легко посмотреть. Мы заходим в обзор этой статьи, заходим в ее органическую выдачу и смотрим, сколько, как говорится, трафика в день она может, условно говоря, приводить. Она может приводить в одна статья, ну, до 600 человек в день. Плохо или хорошо для вашего сайта? Одна статья. Поэтому выбор статьи для контент-плана, в первую очередь, должен исходить из первого критерия, это трафик. Второй критерий, это количество бэклинков у первой статьи в топе, в конкурент. Ну, и третий, это, как мы говорим, изучаем объем статьи, смотрим, сколько она написана, какое качество контента. Ну, и, соответственно, уже когда вы будете задавать задачу вашему копирайтеру, либо сами будете писать, вы должны взять эту статью, взять пример статьи и сказать, напиши мне лучше. И он скажет, окей, напишу. И вы ему даете, вот мне надо, чтобы ты ее снабил картинки, мне надо, чтобы ты ее сделал большой, развернутой, побольше в нее контента напихал и ответил на все вопросы, которые, вот, собственно, вот по этим ключам, вот они должны максимально отображаться. Он спросит, по каким ключам? А вы ему просто вот так вот берете позиции из статьи конкурента и говорите, по этим. Он говорит, что и все? Я говорю, да и все. На самом деле, как вы видите, очень быстро составляется ТЗ блогеру, но цель нужно найти эту правильную статью. Вот на поиск правильной статьи, да, вы можете убить много времени, а можете не убить, можете сразу, как я сейчас вот нашел вот за секунду, а можете и не убить. Но на самом деле, ключевые показатели, это отсутствие бэклинков, длина контента, но и очень важно, это дата обновления этой статьи. Для даты обновления, конечно, лучше проверить историю сайта. Историю сайта, у нас есть статья на блоге, советую почитать. И вот я хотел бы сказать, допустим, вы можете в веб-архиве проверить историю обновления этой статьи, как давно она обновлялась. Ну и, конечно же, убить эту статью. И вы увидите, что она не обновлялась с 2018 года. Значит, она старая статья. Третий критерий, даже четвертый критерий, это давность обновления статьи. Все статьи, которые давно не обновлялись, у них серьезные проблемы, их легко сместить. Это и называется тот самый тонкий контент, про который мы много раз говорим в наших роликах, наших блогах. Итого, критерии проверки тонкого контента, это мы проверяем ее непосредственно в веб-архиве, в iBookMachine смотрим, давно она обновлялась, недавно, а что давно не обновлялась. Во-вторых, мы меряем длину контента, количество слов при помощи нашего инструмента, онлайн-аудит сайта, мы можем посмотреть сразу его тайтлы, дескрипшены, какой текст, насколько он связан, какие ключевые слова соответствуют друг другу. И, соответственно, позволяет это, то есть даже утилита в бета-версии может посчитать эту информацию, учтить это. Ну и третье, на что мы учитываем, да, конечно, эта статья должна быть в топе, и на нее должно быть минимальное количество ссылок. То есть, понятно, с топом мы взяли ключ и вбили, посмотрели слово в топе, и минимальное количество ссылок проверили в Ахревсе. То есть, не так-то много вам инструментов надо, Ахревс, чтобы посмотреть бы клинки, наша утилита, чтобы померить длину контента, и бесплатная утилита Wayback Machine, чтобы, условно говоря, проверить, давно ли контент обновлялся или нет. Как видите, все очень просто. Таким образом, вы составляете контент-план на основе кластеризатора, да, забыл про него сказать, тем, которые вы выбрали. Темы можно скачать, сделать из них Google Doc, работать с ними непосредственно, то есть, чтобы удобнее было в каком-то Google Docе отмечать, эта статья пишется, эта статья не пишется, эта статья в работе и тому подобное. Мы при помощи этой стратегии сделали себе просто удвоение трафика на нашем сайте. И если сейчас зайти на SEO Quick, вы увидите, что именно благодаря этой стратегии все страницы, которые у нас ранжируются в топе, это новые страницы статей в блоге, а не какие-то старые страницы. И для этого мы используем отчет топ-страницы и посмотрим. Страничка заработок в интернете, написанная Анатолием очень давно, понятно, на ней куча трафика, она до сих пор дает трафик, до сих пор, но ее уже надо обновлять. Но вот мы обратили внимание, недавно написанная статья совсем свежая, статья про заработок на Адвега. Она написана была исключительно по этой стратегии. И уже эта статья почти 5000 просмотров. Обратите внимание, она написана была в декабре, то есть не так-то давно, сколько, 4 месяца прошло. И она имеет шикарные позиции по запросу Адвега. Это, собственно, и есть трюк. Калькулятор тайтл, он у нас особенный, он у нас сам растет по запросу. Моя написанная статья по запросу, что такое CPA сети, написана точно так же по этой стратегии. По запросу CPA сети она на первом месте. Да, самое забавное, мы этим не занимаемся. Мы не занимаемся CPA сетями, вот если это касается рекламы, что вы видите, мы этим не занимаемся. Но статья моя на первом месте, и она стоит сразу после каталога CPA сетей. Я думаю, что скоро, рано или поздно, она станет очень-очень популярной, и рано или поздно эти CPA сети захотят, «Эй, мы хотим у тебя разместить рекламу, у тебя уже почти 9000 просмотров без всякой рекламы». Я говорю, да, весь трафик, здесь исключительно из SEO, и тут даже какие-то комменты есть, на которые надо будет потом ответить. Вот, собственно, да, люди обычно не любят комментировать статьи, на самом деле это правда. А, вот, собственно, это one on one, да, вот, собственно, задавал вопрос. И поэтому я говорю, что да, действительно, статьи, они мало привлекают комментариев, но статьи безумно привлекают трафик. А трафик вам нужен для других целей. Во-первых, это ретаргетинг, чтобы привлечь себе посетителя при помощи рекламы. Во-вторых, это узнавание, люди видят логотип, вашу стилистику, запоминают, кто вы такой. В-третьих, вы можете работать уже через соцсети, потому что они будут падать на крючки ваших соцсетей, читая вашу статью, допустим, спустя долгое время будут слеплывать поп-ап, подпишись на меня там в Facebook, подпишись на меня в e-mail, как угодно. То есть, фактически, читатели статьи – это потенциально ваши клиенты, это большущая воронка, которую вы получаете бесплатно. Я так скажу, для SEO самое важное – это развитие блога, развитие инфо-канала для вашего сайта. Потому что если вы будете выбирать неправильные темы, писать плохо для своего блога, писать неправильно, то, конечно же, вы не сможете продвинуться. Следует запомнить ключевые правила для, собственно, написания этих статей. Ваша статья должна быть длиннее, на вашу статью должно быть больше внешних ссылок, ваша статья должна быть перелинкована грамотно, то есть, на нее можно добраться. Ваша статья должна быстро грузиться, то есть, скорость загрузки сайта должна быть, отображаться нормально на мобильных устройствах. По факту, вот эти вот составляющие являются. Она должна быть легко читаться, сделана согласно всем рекомендациям. Мы говорили про рекомендации касательно микроразметок. Я писал огромную статью, как нужно, собственно, какие рекомендации для блога, для расширенных сниппетов. Я рекомендую сходить и посмотреть. У меня даже ролик был посвящен расширенным сниппетам. Обратите на это внимание и уделите внимание именно вот этой части при составлении контент-плана. И, собственно, когда вы будете составлять уже готовый контент-план, то, конечно же, нужно его не просто брать по трафику, но уже и учитывать вот эти вещи, которые нужно обращать внимание. И собирайте эти темы в одну большую таблицу, из которой будет работать ваш автор, ваш дизайнер, ну и ваш фронт-энд верстальщик, который эту статью выгружает. Собственно, на что я бы еще обратил внимание при составлении контент-плана. Помимо банальной кластеризации, сбора ключевых слов, сбора аналогов из самых трафиковых тем, мы бы обратили внимание на следующие моменты. Это автоматизация. Да, вот, собственно говоря, многие вещи можно сделать автоматически. За многие вещи не нужно платить. Опс. Вот. За некоторые вещи стоит заплатить. Например, за выгрузки. Вы можете заказать выгрузки больших списков ключевых слов, чтобы потом с ними работать. Выгрузки вы можете заказать реально разово. То есть попросить, выключай мне там, вот по этим ключевым словам из этих сайтов. Вам выключают эти большие списки, вы будете сказать радоваться. Да, все отлично, я буду с ними работать. Очень удобно, то есть не вопрос. Стоимости выгрузок зависят либо от фиксированной суммы, до, допустим, от количества слов в выгрузке. То есть, например, сколько выкачалось. Вы должны понимать, что выгружается иногда хлам. То есть вы должны понимать, что хлам реально будет. Но чем больше вы возьмете ключевых слов для анализа, тем вам лучше будет работать с контент-планом. Ну и, конечно же, не забываем про Google Trends и Google Alerts. Google Alerts – это сервис, который уведомляет вас о том, что что-то вышло. То есть, например, если мы зайдем на Google Alerts. Это тот самый сервис известных оповещений, где вы можете получать оповещения, допустим, там, ну, по всему угодно. Там перманентный макияж. Перманентный макияж, например. И вот мы видим всевозможные уведомления, которые появляются в новостях, которые появляются в поиске, что-то свеженькое. Любой контент, который появляется. Здесь вы можете настроить частота отправки, чтобы вам приходила на почту. Не чаще, чем раз в день. Источники. Допустим, вас интересуют только блоги. То есть язык какой страны. Там только лучший результат или все результаты. То есть, и, собственно, вот я, собственно, создал это, создать оповещение. Она говорит, ничего не найдено. Это нормально, потому что она ничего, ну, свеженького не вышла. А, допустим, если мы возьмем маникюр. И посмотрим. Эх, ничего не видит. Посмотрим, мы его попросим сейчас по-другому. Нас интересует просто интернет, потому что он плохо распознает именно блоги. Ну, и здесь вот можно вылазить, допустим, вот свеженькая новость. Мэр из Техаса нарушила карантин, чтобы освежить маникюр. Такие вещи годятся для контента, но не для блога. Например, для соцсетей. Например, для, ну, действительно, Инстаграма. И вам нужно что-то всегда свеженькое следить. Поэтому вот мы переходим сейчас ко второй части. Да, это составление контент-плана для соцсетей. Смотрите, как вы видите, Google Alerts – это просто инструментарий для будущего SMM-менеджера. И с какими сервисами он у вас работает. Например, вот мы работаем с сервисом HotSuit. Ну, в частности, когда хватает времени, просто не хватает времени с ним работать. Ну, например, мы работаем с сервисом HotSuit, в котором можно запланировать публикации. То есть, например, я могу зайти и запланировать любую публикацию, которую я хотел бы вывести в определенное время. То есть, если посмотреть, да, вот у меня публикации, которые я планировал в прошлом периоде. То есть, можно посмотреть, я их так выкладываю и планирую. В основном публикации, если планируя в Instagram. Также можно делать публикацию в чем угодно, в любой соцсети, которая вас интересует. Сервис очень удобный, правда дорогой, и ВКонтакте не работает. Есть другие сервисы, если вы какими-то используете сервисами для планинга, напишите, пожалуйста, в комментариях, хотелось бы увидеть. Этот сервис мне нравится тем, что когда вы в нем публикуете, он не оставляет за собой след, размещено там тем-то, тем-то, что мне очень нравится. Какие сервисы вы используете, напишите в комментах, хочу увидеть. Суть простая, да, мы публикуем. Но что публиковать? Вот нужно собирать этот контент-план. И здесь, конечно, очень помогает возможность создавать эти так называемые, собственно, фиды, на которые можно там подписываться. То есть, например, можно сделать в виде не e-mail, а в RSS-фида. Вот этот RSS-фид можно скопировать, вот как он есть, Google Alerts, вот созданный фид. И зайти в какой-нибудь сервис для RSS-рассылочек, фидли. Бесплатный сервис, вот мы сейчас зарегистрируемся, пройдем через Google, создадим аккаунт. Да, спасибо. И вот добавим фид. Ой, то есть, вот, собственно, мы его хотим добавить фид. Вот, Manicure, Google Alerts. Вот, собственно, мы его нажимаем follow. Так, нет, нам не интересно, нас интересует. Вот. Стал уже платным, но неважно, мы сейчас найдем способ, как его посмотреть. Вот, собственно, если мы его кликнем. Ага, я понял, он мне follow предлагает. Follow разрешает только при условии, если я его оплачу. Раньше он был прекрасно бесплатен, к сожалению. Но мы можем смотреть сейчас все статьи, которые на нем публикуются. Ага, не хочет он работать, поэтому сломался он. Попробуем ради интереса на своем другом профиле. Если он там стал платным, будет очень обидно. Ну, фактически, на самом деле, вы можете использовать любой RSS клиент, бесплатный. Итак, мы перейдем ко второй части, действительно, составление плана, контент-плана для соцсетей. Потому что для блога, с блогом все понятно, то с соцсетями, действительно, ситуация обстоит немножко иначе. И здесь мы должны проверять несколько вещей одновременно. Как я говорил, это Google Alerts. Мы еще раз разберем интерфейс и Google Trends. Поехали. Сейчас рассмотрим обе утилиты более детально. Итак, давайте разберемся, что такое Google Alerts. Google Alerts это сервис оповещения. Его еще называют Google оповещения. Сервис, в котором вы заходите и добавляете то, что вам нужно отслеживать. Интерфейс очень простой. Единственный момент, будут сложности, где вы будете его читать. Поэтому поехали вместе, будем разбираться. Первое, как это работает, вы берете ваши ключевые слова, основные ключевые слова, например, маникюр. И создаете оповещение. Но прежде чем создать оповещение, выбираете параметры. Здесь есть варианты. Если это будет e-mail, вы можете выбрать один из трех вариантов. По мере появления результатов, не чаще, чем раз в день, не чаще, чем раз в неделю. Соответственно, источники вы можете выбрать любой. Либо выбрать конкретно блоги, например, интернет. Например, и обсуждение. Это самая популярная тема для отслеживания. Например, если вам нужно отслеживать именно что-то свеже появляющееся. Или, например, отслеживать только новости. То есть точно так же. Можно выловить чисто новости, вовремя следить за новостями. И обсуждением, например, можно изучить. То есть вы можете выбрать любой вариант из этого списка и обратить внимание. То есть, допустим, вот мы сделаем без новостей, к примеру. Создаем оповещение. Ну и, конечно же, нас интересует не только e-mail, нас интересует feed. И, допустим, все результаты, либо только лучшие результаты. То, что хорошо ранжируется и заходит в топ. Вот вы сохраняете и получаете вот этот самый feed. Что с ним делать дальше? Смотрим. Читать RSS-риды, фиды можно на разных сервисах. Существует их огромное количество. Есть Feedly, который, правда, платно читает Google Alerts. Вы должны об этом знать. Ну и есть более такие простые бесплатные. Например, на Livewire я нашел такой The Old Reader, классический Old Reader. Я ему скормил буквально нашу вот эту подписку, оповещение в Google. Ее можно тут переименовать потом при желании. То есть, можно переместить и создать вот здесь рубрикатор. Ну и следить за новостями. И, конечно же, вы можете следить за всеми новостями, которые появляются, за лучшими, либо которые вообще все появляются. Ну и смотреть, допустим, вот интересные темы, кидать себе в закладки для составления того самого контент-плана и отправлять себе его там e-mail сразу. То есть, вот отличная тема в соцсети, вот отличная тема в соцсети, вот отличная тема в контент-план. И таким образом можно даже просто по избранным, если работать, по избранным работать. И потом, когда оно уже готово, то есть, кидать лайки, то есть, когда оно уже, допустим, сделано, убирать из закладок, когда уже контент по этой теме размещен в ваших соцсетях. То есть, условно говоря, один человек ищет темы, другой человек сразу их размещает, либо это может быть один и тот же человек утром прошерстил все темы, в обед уже все их разместил. Поэтому составление контент-плана для соцсетей, самый нормальный вариант, это использовать действительно банальные Google Alerts для того, чтобы вылавливать свежие поводы и вовремя у себя публиковать. Следует помнить, в соцсетях важна скорость, поэтому там нужно быть очень оперативным и уделять этому действительно очень важное внимание. Поэтому Google Alerts это инструментарий, который однозначно пригодится при составлении контент-плана для соцсетей. Организовать через один и тот же логин, пароль, допустим, банально для вашего фидли в какой-нибудь онлайн-ридере и закинуть туда все ваши подписки через Google Alerts. Вуаля, ваш SMM менеджер готов к работе, ковырится, и его задача только брать эти поводы, адаптировать их на ваши соцсети и публиковать у вас. Почему я так не делаю, у меня просто не хватает рук, надеюсь, я найду себе сотрудников в команду, которые готовы у нас работать, мы приглашаем SMM-щиков, которые готовы у нас работать, и инструментарий, мы знаем, как делать, нам нужны только руки, поэтому не забываем, мы ищем всегда себе новых людей, новые таланты. Поэтому Google Alerts это инструмент для создания контент-плана как раз именно для SMM, для соцсетей, где нужно публиковать что-то всегда свеженькое и новенькое. Ну и финальный инструмент это Google Trends, инструментарий, который определяет сезонность тех или иных запросов и говорит, стоит об этом писать или не стоит. Я его касался в прошлых своих видео касательно карантина и коронавируса, какие темы в хайпе, какие не в хайпе, какие падают, про которые нет смысла вкладываться, поэтому мы сейчас разберем этот сервис, как он работает, что в нем смотреть, вообще зачем он нужен и что он показывает за цифры. Итак, поехали, сегодня я расскажу, как использовать контент-плане Google Trends. Google Trends это сервис, который определяет, насколько тема популярна сейчас или как она была популярна в прошлом. Соответственно, некоторые темы могут быть популярны сейчас, некоторые теряют популярность. И вот этот момент, чтобы не опоздать, потому что циферки вы могли вытащить по трафику вкусные, но на самом деле они могли устареть буквально за несколько месяцев. Или, например, вы видите в Google Alerts кучу контента по этой теме, но реально он никому не интересен, просто он плодится, его никто не читает. Поэтому я бы рекомендовал, внимание, изучать еще и этот сервис для того, чтобы прослеживать тенденции. И давайте посмотрим, здесь у меня сейчас как раз открыт запрос, вебинар, поисковый запрос. И, собственно, мы оцениваем, насколько он популярен был за последние 12 месяцев, ну можно оценить вообще за последние 5 лет, насколько он в пике популярности или не в пике. Как вы видите, вебинары сейчас в пике популярности, на то причина карантин, все закрыты, все учатся. И сейчас вот самое время ними заниматься. Вот, собственно, чем мы и занимаемся. Каждый четверг вебинары на канале SEO Quick. Не забываем подписаться, нажать на колокольчик и следить каждый четверг вечером, либо в обед у нас вебинары. Ну и, конечно же, нас интересует тема маникюра. Ну, допустим, не совсем маникюр, давайте в пастельных тонах. Такой вот запрос возьмем и изучим его. И, как мы видим, статья, может быть, бы и зашла, но тренд ее низкий и падает. То есть она вроде бы интересная, но мы понимаем, что есть риск, что мы напишем статью, а ее популярность будет, возможно, временно невысокой. Что это значит? Ну, я бы обратил внимание, то есть, а, или, допустим, постельный маникюр. Тоже очень важно, чем, постельный маникюр. Ну, популярность, как бы, я бы сказал, такая стабильная в течение всего времени, просто про него то забывают, то вспоминают. Что значит вот такая вот лихорадочная кривая? Это значит, что, условно говоря, сам запрос не самый популярный, именно в том виде, как его ищут. Но по поводу тем, можно увидеть, что вся тема, связанная там с бежевыми цветами и тема с ногтями, она, конечно, говорится, сверх популярна. То есть, если посмотреть тематику ногтей, то можно посмотреть ее популярность на данный момент. Как мы видим, популярность снизилась из-за коронавируса, все сидят дома, и тематика действительно какое-то время снижается. То есть мы можем отслеживать, что пик ногтевой тематики приходится на Новый год. Я, наверное, думаю, сейчас многие подтвердят, да, то есть на Новый год пик тематики приходится всегда. Яркий пример. Если мы возьмем тематику iPhone, просто поисковый запрос, мы увидим, что идут пики в определенные периоды. В основном, это, кстати, дата его выхода. Когда он выходил, вот, собственно, это весь осень, это дата выхода iPhone. Идет всплеск популярности запроса iPhone во всем мире. И, конечно же, можно, конечно, заметить, что тема популярности iPhone с каждым годом что-то сходит на нет. Не так было, как раньше, да, то есть за, там, пятнадцатый год, то есть можно увидеть, там, за последние пять лет, как оно изменилось. Если с 2004 года проследить всю кривую, можно увидеть, как iPhone набирал популярность, и как в целом его популярность держится до сих пор на одном и том же уровне. Вы можете спросить, что это за цифры? 150, это проценты. Проценты от выбранной шкалы графика. Ну, то есть, вот вы выбрали шкалу графика, значит, условно говоря, максимальное значение будет получать 100% трафика. Ну, и, соответственно, если в этот месяц это значение меньше, или в этот день значение меньше, то оно процентно высчитывает от популярности трафика. Саму цифру оно, конечно же, не говорит. Поэтому, если мы захотим сравнить iPhone и Samsung, поисковые запросы, мы можем увидеть, что в целом вот у них популярность вот примерно соразмерна. Но если мы сейчас вбьем, там, не знаю, Nokia, поисковый запрос напротив, мы увидим, ну, насколько вот одна популярнее стала другой. Сервис шикарен, позволяет определить тренды каких-либо тематик, каких-либо поисковых запросов. И, как вы видите, здесь именно поисковый запрос. Но если вы вбьете, тут есть варианты, конкретно сотовый телефон, то есть здесь конкретно, допустим, вот можно сравнить там, точно так же есть тема Samsung. И есть вот, собственно, конкретная компания Nokia, можно проверить, насколько популярна была. Ну, и, конечно же, Samsung можно тоже сравнить тему. Ну, вот мы в целом увидим тема iPhone, тема Samsung, тема Nokia, мы можем увидеть их тренды популярности, то есть даже когда они практически сравнялись, но в целом, как мы видим, да, iPhone до сих пор лидирует, Samsung по популярности уступает. Google Trends позволяет вот эти вещи сравнить. Он позволяет сравнить, что идет на спад, что идет в рост, на что нужно уделять внимание при создании контента. И, конечно же, на какие темы не стоит уделять внимание, потому что, когда вы пишете контент в блог, вы тратите кучу времени. Вы ищете тему, вы ищете про что написать, как написать, чего хвататься. Поэтому, когда вы выбираете направление для своего бизнеса, направление для блога, прежде чем его продвигать, проверяйте Google Trends. Проверяйте постоянно, есть ли рост, есть ли спад, готовы ли вы, как говорится, вкладываться сейчас. И действительно Google Trends в этом помогает. Он позволяет ответить также, в каких регионах, допустим, если по всему миру, или, допустим, если вы продвигаетесь конкретно по России, можно посмотреть по России, допустим, за все время. Или, допустим, за последний год, может, за последние 30 дней, что очень удобно следить за свеженькими тенденциями, на что, собственно, идет спрос. Удобнее всего, конечно, маркетологи любят 3 месяца, квартальное изменение. То есть, если мы, допустим, сейчас удалим все фильтры, которые у нас здесь были, и вернемся к тематике маникюр. Ну, давайте возьмем, сравним французский маникюр и, допустим, аппаратный маникюр. Она не может так сравнить, потому что на самом деле запрос, то есть французский маникюр – это тема, а не поисковый запрос. Аппаратный маникюр – это поисковый запрос. Когда вы сравните темы с запросами, он учитывает все варианты семантики. Если у него нет понимания, допустим, он не может определить тему, то, конечно же, вы сравните только поисковые запросы. И здесь вот проблема в том, что он берет именно этот поисковый запрос, ну и кое-как с ним связаны около запросы, которые есть. Вот, в этом плане, конечно, он уступает. Что можно увидеть? Преимущественно можно увидеть, допустим, как какой-либо запрос популярен в каком регионе. То есть, например, вот мы в Биле французский маникюр, поисковый запрос. Мы можем увидеть, в каких регионах он популярен, где-то тема больше всего популярна. Вот, на удивление, да, Тверская область, вот, на удивление, да, более популярна, то есть в этой теме. Калужская область, то есть популярность, пиковая тема, допустим, французского маникюра. Никто бы не задумывался, да. То есть, Google Trends позволяет отследить множество моментов относительно того, как вы будете развивать свой бизнес. Какие города вас интересуют, какие направления стоит вкладываться. То есть, популярность тех или иных тематик в разных регионах можно просто отследить. И, конечно же, сразу обратить внимание на что, как говорится, во что стоит вкладывать деньги. То есть, например, если бы я написал статью про французский маникюр, я бы, конечно же, поискал бы паблики в этих регионах. Там Хабаровской, Тверской области, да, допустим, и написал бы, вот, у меня классная статья обзорная по французскому маникюру. И там бы ее, я уверен, она бы выстрелила. Но я бы не рассылал бы, допустим, по этим регионам по банальной причине, потому что, ну, я вряд ли там поймаю хоть какой-никакой трафик. Итого, что мы имеем в виду, подводя итоги. Google Trends – это сервис, который позволяет выбрать изначально стратегию развития и стратегию продвижения вашего контента. По стратегии развития, понятно, мы можем выбрать ту тему, которую стоит писать, на что стоит уделять внимание. А со стратегией продвижения контента мы можем выбрать те регионы, на которые следует действительно уделять внимание при создании, допустим, постов в соцсетях, раскрутке постов в соцсетях, продвижение через паблики ваших постов, которые вы создали и привлечение, конечно же, трафика. То есть смотрим эти, говорится, Google Trends, смотрим, где действительно можно выловить ту тему, которая выстрелит, ту тему, которая сработает и продвигаться. Например, вот ради интереса курсы маникюра, мы возьмем, собственно, нашу тематику, курсы маникюра, и мы видим, что популярность так себе скачет. Но по России мы можем увидеть, например, Архангельская область, самая лидирующая область по курсам маникюра, в то время как другие области все менее и менее. То есть обратите на это тоже внимание, то есть не все области удачно, как говорится, годятся. Понятно, Московская идет, Белгородская, но и на уделениях Антемансийская, автономный округ. То есть, если вы будете уделять внимание именно всем отчетам Google Trends, а не просто его кривой и сравнение, то есть, допустим, уже можно выделять разный поиск по картинкам, по новостям, по товарам и даже поиск в YouTube. Можно отдельно поискать тематику YouTube. То есть вообще можно в тему проверить, стоит ли вкладываться в YouTube. Если вы хотите вкладываться в YouTube, вы можете тоже определить внимание, определить, какие темы работают просто сразу по YouTube. То есть маникюр, например, и сравнить с педикюром. Ищут ли люди эти темы. Как мы видим, маникюр гораздо выше по трафику, по популярности, время как педикюр прилично ему уступает. То есть я бы ролики про маникюр бы пилил, допустим, про гель-лак. Так, например, тема гель-лак. Так, обновим страничку. Ага, всё. Он с темами не работает, это мы стоит запомнить. И, собственно, Google Trends у нас сегодня. Если он так ломается, я рекомендую только обновлять, по-другому никак. И, допустим, поиск на YouTube, тема с гель-лаком, как мы видим, она... Закончила свою популярность и держится только на определенном уровне. Сказать, что она совсем вышла с популярности, не есть верным. Это мы смотрим сейчас Украину. Но если мы выберем Россию... Можно увидеть общую тенденцию. В России тема тоже разбита по разным регионам того же гель-лака. Ну и финальный вариант, это так называемый сбор вопросов, сбор подсказок. Про это написано много статей. Один из сервисов, это, конечно же, Serpstat. Мы сейчас его быстро посмотрим. Позволяет массово спарсить все подсказки, которые люди задают в Google. Правда, единственный момент без трафика. Особенность этих всех подсказок заключается в том, что это просто слова формы, которые люди задают действительно как вопросы. И эти вопросы являются действительно удачным подспорьем для того, кто будет заниматься написанием контента. Потому что я рекомендую именно эти запросы брать в точном соответствии, как вопросы, и диспредсредственно для контента, который вы создаете. Итак, поехали. Сейчас разберемся, как в Serpstat легко собрать все вопросы по той же тематике маникюра буквально за пару кликов. Итак, заходим в Serpstat, вбиваем наш запрос маникюр, выбираем тот регион, который нам нужен. Это либо Россия, то есть, допустим, либо по Яндексу какой-то конкретный город. Ну, давайте возьмем там Екатеринбург, почему бы и нет. Вот, у нас тут 3000 слов. И заходим в SEO Research. И нас, да, кстати, он у нас проблематично, что постоянно переключается на английский. То есть, но нас интересуют поисковые подсказки. И вот, собственно, здесь вываливаются все поисковые подсказки. Их тут целая куча, но нас интересуют только вопросы. Нажимая на эту волшебную галочку, мы можем увидеть, какие вопросы чаще всего люди ищут. Самый популярный вопрос – это как. Вот мы можем иметь 3000 слов со словом как. Потом идут что, какое, сколько. Почему бы и нет, мы берем их все, качаем. Вот мы их скачали. Вот наши questions. И, как вы видите, они не имеют трафика. То есть, для удобства мы можем всем запросам поставить, условно говоря, некую цифру 1, потому что наш кластеризатор, он не очень любит, когда вы ему скармливаете запросы без трафика. Ну и давайте вот мы снабдим все наши запросы, то есть нашу семантику, которую мы собирали. Добавим сюда эти запросы. То есть, сейчас мы нажимаем поиск и смотрим, что собралось. Можно отдельно чисто эти все запросы забрать и скластеризировать. Но нас интересует, конечно же, чтобы оно прошлось исключительно по всем нашим запросам, которые мы ему дали. Он у нас пока ничего не сделал. Мы ему только... А нет, он, собственно, сделал. Вот у нас есть маникюр. Единственный момент. У нас очень важно. Нужно за все слова, которые нам выдавал серпстат, как, что, какой и сколько, создать. То есть, мы должны умело их проигнорировать. Так, вот мы теперь заходим в наш кластеризатор и игнорируем эти слова. Как, что, какой, сколько. И вот наши это слова. Как, что, какой, сколько. И тут какие-то другие. Где можно ли. Вот мы их и... Ну и сейчас их, соответственно, игнорировать. Где можно ли. И повторно пересканируем результат. Зачем я это делаю? Почему? Потому что я могу таким образом расширить семантику отдельного кластера за счет именно вот этих фраз. И это будет сделано довольно оперативно. И эти запросы, которые являются вопросами, являются для меня действительно ключевыми. Кластеризатор по умолчанию пометит их, что это вопросы. И вам будет действительно удобно с ними работать. Кстати, да, если вы работаете, проект автоматом сохраняется. Вы можете не волноваться, он всегда сохраняется. И вы всегда можете к нему вернуться, дорабатывать его. Тул действительно в этом... Он для этого создавался с этими целями. Вот. Как вы видите, по пылесосам для маникюра куча слов. То есть, до этого кластер был абсолютно пустым. И вы видите, как он прилично разросся. Точно так же в большинстве запросов вот эти вот вопросики, они все дополнились. Каждый запрос дополнился вот этими ключевыми словами с вот этой частотой 1. То есть, вот эти вот сами запросы, они дополнились. То есть, таким образом мы создали контент-план, уже готовый для полноценной работы. И действительно его можно полностью использовать для того, чтобы создавать, как говорится, статью и заполнить ответами на эти вопросы. Потому что, собственно, вот собственные вопросы в той форме, как их люди гуглят, теперь у вас есть в вашем контент-плане. Если вам понравилось, задавайте вопросы, не забываем лайкнуть. Можете добавлять мое видео к себе в соцсети, я буду только рад. То есть, если вы где-то и ним поделитесь. Ну, само собой, я на все вопросы отвечаю. Если кому-то не ответил, напомните мне, я всегда на все отвечаю. И я постараюсь в следующем видео рассказать тему, как используется семантика для оптимизации страниц. Я буду всех рад вас повторно видеть. И, конечно же, не забываем приходить на наши вебинары, в прямые эфиры, задавать мне там в прямом эфире вопросы. Я на них тоже всегда отвечаю. И до новых встреч!